Здравствуйте дорогие друзья, я доктор Ирина Березовская. Сегодня я хочу затронуть вопрос на тему не непосредственно женского здоровья, а тему обучения вопросам женского здоровья, создания организации семинаров, встреч с читателями, зрителями и практически мои поездки по разным городам Украины, России, Казахстана и других стран. Я получаю много вопросов, когда я приеду в какой-то город, когда я смогу провести там какие-то семинары, какие-то обучения. И отвечать на такие вопросы нелегко, потому что, скажем, моя поездка не зависит от того, хочу я приехать или не хочу приехать, а чаще всего связано именно с теми расходами, с которыми сталкиваешься. Ну и плюс время и все-таки я живу в Канаде и поездка на Украину, Россию или другие страны на евроазиатском континенте, это не дешевое удовольствие, и поэтому, когда я приезжаю на Украину, я стараюсь как бы совмещать полезное с приятным, если так можно сказать, и если у меня есть возможность, я стараюсь организовать встречи с читателем, бесплатные, скажем, семинары какие-то. Тем не менее, поскольку растет моя популярность, такие вопросы задают, когда мы уже у вас увидим в каком-то определенном городе, задают все чаще и чаще. И что я хочу сказать, что организовать, в принципе, любую встречу, любой семинар, курсы, еще что-то, это несложно. У меня есть в этом большой опыт, поэтому я говорю как есть. Это действительно несложно. Это не требует слишком больших затрат именно со стороны количества людей. Единственное, что это требует определенных организаторских способностей, которым можно, конечно, научиться. И это требует затрат. И в данном случае, если говорить о затратах, то, конечно же, мой приезд в другую страну, самостоимость транспортации стоит, конечно, в пределах от 900 до 1500-1600 долларов. Конечно же, мне необходимо где-то остановиться, то есть где-то жить, ночевать, что-то кушать и, конечно же, передвигаться. И были у меня планы, это поездка, например, турне по Украине, мы даже обсуждали ее в несколько раз, помешали военные и политические события, которые там происходят уже второй год. И мы планировали, например, такое турне, начиная где-то с Талькова, через Тернополь, Черновцы и в дальнейшем через Одессу, Николаево, Одессу и дальше другие города, в том числе Днепропетровск, Карьков. Это все планировалось, но, к сожалению, дальше планово это не пошло. И другая причина, почему я не пережила, потому что у меня практически нет моего такого стабильного коллектива людей, которые бы помогали в организации таких событий. То есть есть группа людей, которые заинтересованы меня где-то увидеть и провести семинар, но в этих людях практически нет никакого опыта в проведении организации такого события, такого мероприятия. И поэтому я хочу поделиться сейчас теми которыми мыслями, что на самом деле это можно организовывать. Была идея, несколько раз даже было несколько таких предложений проведения платных мероприятий, то есть платных курсов, платных семинаров, что тоже вполне возможно, можно подобрать тему. Но, конечно же, меня не устраивают слишком высокие цены на билеты на проведение таких семинаров. То есть я заинтересована в том, чтобы большее количество людей пришло и могло позволить бы себе такие курсы. И вопросы эти, конечно, нужно решать пообоюдно, то есть нельзя ставить слишком баснословные цены на билеты. Это можно обсудить уже потом при организации. Теперь, в принципе, что для организации необходимо. Существует вот три таких группы, скажем, как бы частей организации любого дела. Первая часть – это затрагивается именно место, где будет проходить, то есть где именно проводятся мероприятия. То есть нужно ли здесь большую аудиторию или маленькую, нужны ли какие-то условия технические, скажем, компьютер, экран, микрофон. Насколько человек рассчитан на такое мероприятие? Потому что многие, скажем, многие залы или там помещения можно найти бесплатно или по низкой цене. То есть это на 50 человек довольно-таки легко найти какое-то бесплатное помещение, где не нужно платить за аренду. Аренда, скажем, в гостиницах очень дорогая, но тем не менее можно найти оптимальные, значит, скажем, варианты. И всегда, когда вот идет вопрос об организации, я всегда говорю, что у человека, организатора должно быть хотя бы три помощника. Вот первый помощник занимается вопросами как раз поиска помещения, создания пригласительных, там, билетов, вопросов в технической стороне. А второй помощник – это помощник, который работает с спикером непосредственно, то есть договаривается о приезде, договаривается о том, где будет этот человек ночевать, то есть он становится в гостинице или у кого-то на квартире и договаривается о том, где он будет кушать, то есть работает практически здесь в этом направлении и фактически работает с программой, то есть что человек хочет представить, на какие темы будут лекции или семинары, или обучение, как долго будет длиться это обучение, в какие дни и тому подобное. И третья группа фактически связана с продвижением рекламы, это люди, которые заинтересованы в том или помогают практически организовать как можно больше приход людей, продажу, например, билетов, проведение рекламы, не знаю, в детском интернете или распространение каких-то, ну, скажем, этих объявлений и тому подобное. И фактически каждый отчитывается переорганизатором, хотя может быть, скажем, даже двое человек, трое человек, не обязательно, что должна быть вся компания, как говорится. И как раз очень важно знать, кто в районе, в регионе может прийти, кто заинтересован. И у меня, вот, например, в женских группах очень много есть женщин и по регионам, то есть очень много. И мы думали, то есть мне написало несколько женщин и говорят, давайте мы что-то вот как-то расстрактируем, организуем. И практически мы создали анкету, чтобы, во-первых, учитывать интересы людей и знать тоже, из каких они областей постсоветской территории, то есть где, откуда они, чтобы предъявительно знать, сколько есть людей, в каком регионе. Пока что мы только об этом все как бы в начальном виде. И хотелось бы, конечно, создать больше такую карту, знать приблизительно, кто откуда. Даже в Фейсбук у меня есть почти 12 тысяч людей, которые читают и следуют моим публикациям. И если смотреть, например, по статистике, которую дает Фейсбук, то, конечно же, видишь только страны. Можно видеть крупные города. И, конечно, цифры довольно-таки хорошие. То есть действительно можно ехать в ту же Москву, Киев, Харьков, другие, скажем, города, где можно проводить такие вот семинары и встречи с женщинами, мужчинами, то есть встречи с людьми. Я только за. Но просто говорю, что одна я этим заниматься не буду. А те люди, которых я знаю, с которыми я работаю, они, конечно, загружены другими делами. Плюс они живут в разных регионах. Но, скажем, человек со любого не будет организовывать встречи, например, в Москве или Киеве. Хотя в Киеве еще и так более-менее возможно. Поэтому, если кто-то заинтересован в этом, мне бы хотелось объединить, сделать какое-то ядро, такое, скажем, учебно-организационное ядро, которое бы помогло мне в дальнейшем организовать вот тоже турне по Украине, например, или турне в Казахстане. В Казахстане очень много девочек мне пишут. Спасибо большое. Есть из других стран, которые пишут. То есть, есть уже в разных странах, в разных городах есть группы людей, которые бы хотели, чтобы я приехала и, значит, на какую-то тему провела, скажем, семинары или какие-то курсы. Все это вполне возможно. Поэтому давайте как-то объединимся. И если кто-то заинтересован, пишите мне или в Клубкоме, или в Фейсбук. И я попробую как-то связать вас с человеком, который будет во главе всего этого. И мы попробуем организовать, по крайней мере, узнать по группам, где кто живет. И кто будет заинтересован помочь в организации таких встреч. Пока что все, чем я пользуюсь, это фактически интернетом. И записываю все свои, сказать, видео через YouTube. И потом размещаю на YouTube. И провожу вебинары, что фактически полезно и выгодно. Но я понимаю, что многие бы хотели тематические какие-то встречи, то есть более расширенные встречи. Хотели бы на ту же тему акушерства, например, или подготовка к беременности. Это очень объемная тема. И практически можно проводить, скажем, более объемные семинары. Связывайтесь, предлагайте. Будем думать, обсуждать, что и как. Будем думать, как компенсировать мои растраты на поездке и так дальше. Потому что, в принципе, поездки возможны часто. И, скажем, почему нет. Но главное, что найти выход, как компенсировать эти растраты. Потому что, если я буду ездить, то я не буду работать здесь. И, естественно, я не смогу зарабатывать деньги. Поэтому как-то нужно компенсировать мои растраты. И как-то нужно подумать, как найти оптимальный вариант, чтобы было выгодно всем. И чтобы все получали удовольствие. И в то же время, чтобы это приносило пользу. И чтобы такие семинары были эффективны. Ну вот пока что так, в нескольких словах. Более подробно на тему организации. Мы можем поговорить уже тогда по скайпу. Можем провести конференции по скайпу. То есть обсудить некоторые вопросы. А так, в общем, в нескольких словах для тех, кто интересуется. Именно я делаю вот такую видеозапись через YouTube. И я думаю, что лед сдвинется. И мы сможем создать много больше каких-то видеопроектов. Кстати, очень многие девочки предлагают создать мне фонд. Я уже шутила, говорила, что нужно создать фонд, сэкономить денег. То есть те люди, которые не потратили массу денег на фуфламицин, на всякие лекарства ненужные. И которые сохранили семейный бюджет. Конечно же, они согласны предоставить какую-то сумму денег на развитие вот этого процесса обучения. И улучшение на тему женского здоровья, вообще улучшение здоровья. Но пока что у меня руки не дошли до создания фонда. Это настолько просто. Но, в принципе, идея интересная. Посмотрим, что дальше будет. И может, конечно, этот фонд поможет нам собрать больше денег, которые могут быть потом реализированы на создание хорошей и качественной видеопродукции. На вот эти семинары, на обучение и тому подобное. Все идеи принимаются. Так что пишите. Все это обсуждается, обдумывается. Всего хорошего. До свидания.